МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Приезжайте сюда, на ярмарку или просто в Ирбит. Походите по улицам уютного старинного города. Здесь есть что посмотреть. Это того стоит. На нашей уральской земле много мест, достойных того, чтобы мы побывали там, знали о них и любили их. Я сам люблю путешествовать по Свердловской области в свободное время», сказал Евгений Куйвышев. Ярмарки в Ирбите проводились с 1643 года. А сегодня это уникальное событие получило вторую жизнь. Торговая площадка в старинном городе на востоке Свердловской области – это не только место притяжения ремесленников и продавцов, но и по-настоящему культурный и туристический бренд региона. Решением президента России объявлен годом народного искусства и нематериального наследия нашей страны. И Ирбитская ярмарка – это то самое наследие, которое объединяет нас всех, дает возможность проявить самые добрые и теплые чувства и любви к родному краю, к родному городу. Я хочу сказать, что вот уже в обновленном виде эта ярмарка проходит в этом году 20-й раз. Я хочу поблагодарить главу города, организаторов ярмарки за то, что каждый год ярмарка становится лучше, привлекательнее, удобнее для всех. И то, что ярмарка ежегодно привлекает все больше и больше количества гостей. В губернаторной ярмарке познакомился с творчеством мастеров. Приезжают сюда на фестиваль они со всей России. Минпромторг Российской Федерации назвал Ирбитскую ярмарку лучшей ярмаркой России. Соответствующий диплом был вручен главе города Николаю Юдину. Отметим, что в Свердловской области при поддержке главы региона активно развивают проект по созданию креативных кластеров. Соглашения в рамках об их создании В рамках выставки Иннопром-2022 подписаны региональным правительством с тремя муниципалитетами, в том числе и с Новоуральском. Какие инициативы по привлечению туристов в наш закрытый город и о том, какие есть идеи по улучшению мест отдыха и досуга у предпринимательского сообщества и муниципальных властей узнала Мария Антонова. Сегодня на площадке музейно-выставочного комплекса стартовала первая установочная сессия акселератора проектов по программе главы Вячеслава Тюменцева. Подробности далее. 40 человек, имеющих креативные идеи по улучшению городской среды и качества услуг, примут участие в пяти интенсив-сессиях. Совместно с экспертами они разработают бизнес-планы по развитию различных пространств, зон для занятия спортом и отдыха, ремесленных мастерских и других форм досуга. Есть и экологические проекты. Лучшие идеи получат финансовую поддержку. В 2022 году в программе развития Новоуральского городского округа глава на эти цели выделил 2 миллиона рублей. Мероприятия будут проходить в несколько этапов. Новоуральск – это пилотная площадка, акселератор приоритетных городских проектов всех Атамградов. Первый раз подобный формат провели в 2021-м, и он хорошо себя зарекомендовал. Уже второй раз в Новоуральске запускается удивительный, необычный, единственный в своем роде проект, который называется «Проект главы». Проект направлен на поддержку предпринимателей города Новоуральска, но не с точки зрения развития бизнеса, а с точки зрения создания комфортных условий для жителей. Поскольку первый год реализации проекта прошел очень успешно, 12 проектов боролись за право получить поддержку в виде субсидий, финалистами на сегодняшний день объявлены 5 проектов, которые будут выданы субсидии. Вот прямо сейчас идет процесс выдачи субсидий. А в этом году, после того, как проекты были одобрены, сарфанное радио сработало, количество участников увеличилось, заявлено около 40 проектов. Сколько из них будет в финале, посмотрим. Проект удивителен тем, что он учитывает интересы жителей города с одной стороны, возможность заработка для предпринимателей и создает с другой стороны. И третья часть, что очень важно, благоустраивает облик города и делает Новоуральск более привлекательным. В 2021 году город поддержал административно и финансово такие проекты, как школа сапсерфа и квадромотоклуб, экопроект по сбору вторичного сырья, благоустройство городского пляжа и другие. Отметим, что развитие социальных и креативных бизнесов – это часть стратегии развития округа. Наряду с тем, что администрация ведет большую работу по благоустройству инфраструктуры, дорожной, коммунальной, жилищной, город участвует в региональных и федеральных программах в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Инициативы горожан будут поддерживаться денежными средствами. На международной выставке Иннопром-2022 глава Вячеслав Тюменцев наряду с мэрами Нижнего Тагила и Сесерти подписал соглашение по созданию креативного кластера. И все предприниматели и энтузиасты различных сфер, связанных с ремеслами, обучением искусством, спортом, волонтерством и другими, получили свой дом, где можно проводить мероприятия, вести секции. Это пристрой ДК Новоуральский на улице Комсомольской. В 2022 году администрация Новоуральского городского округа предложила устроить мозговой шторм и вдохнуть новую жизнь с помощью идей жителей в такие городские пространства, как муниципальная баня, территория Центрального парка культуры и отдыха и лесопарка на улице Октябрьская, пляжа около санатория «Зеленый мыс» и вообще в развитии водного отдыха в акватории Верхневенского пруда. На сегодня у нас есть в муниципалитете береговая зона «Зеленого мыса». И, к сожалению, в этом году мы не видели и водных каких-то видов отдыха. И не заявился у нас никто на пляжную, береговую территорию. Поэтому мы понимаем, что у нас есть уже тенденция в этом направлении. Ну, мне кажется, можно еще и улучшать, и улучшать. Говоря о комфортности городского быта, ну, нельзя не сказать, что везде уже и в области, и, как говорится, в разных местах формат, допустим, городской бани, он уже, наверное, морально устарел. Нельзя не сказать, что сегодня киноиндустрия испытывает очень тяжелые времена, поэтому киноцентр «Миво» тоже, наверное, сегодня прекрасное помещение, отремонтированное, оборудованное, с прекрасными залами. Можно как-то посмотреть, тоже рассматривать. Пусть наша креативная молодежь вдохнет жизнь в каком-то новом проекте. Хочется пожелать нашей активной молодежи успехов, наших креативных идей, проектов, чтобы все было направлено на благо наших жителей, нашего города. Задумок у участников множество. Отметим, что малый и средний бизнес города пользуется всем портфелем фонда «Новуральский центр поддержки предпринимательства» и формат акселератора, то есть детальной проработки и составления рабочего плана по реализации проекта востребован. К примеру, есть идея по созданию компактных сборных модульных небольших двухместных домиков, которыми в теплый сезон оборудуются зоны отдыха на природе или на берегах водоемов, а в холодное время их можно обратно разобрать. В моей голове родилась идея сборных и разборных модулей туристических. Ну, то есть, чтобы можно было эффективно и быстро собрать модуль, там, например, на той же турбазе, если наплыв гостей, то есть, чтобы можно было жилой фонд как-то увеличить. А когда наплыв гостей сокращается, то этот жилой фонд собрать и увезти куда-нибудь в компактное хранение. Сейчас очень много турбаз, где вот такие двуместные домики, то есть, можно приехать на выходные, там, отдохнуть и, собственно, уехать обратно в городскую среду. То есть, это пока рассчитано только на более-менее теплые или межсезонье временно года, да. А вот на зиму там уже, наверное, стационарные больше подходят. Вот. Ну и плюс ко всему, то есть, поскольку они сборные и разборные, это могут быть, например, автодома. То есть, ставятся на шасси, шасси в гараж, складывается все компактненько. И в сезон, если захотели куда-то поехать, забрали и поехали. Многие участвуют в подобных мероприятиях не первый раз. Частично идеи уже реализованы в 2021 году, а теперь энтузиасты продолжают их развивать. На прошлом году мы реализовали идею с раздельного сбора вторичных материалов, да. У нас установлено два киоска на улице Фуманово, 39 остановочный комплекс и возле минирынка «Океан». Люди активно пользуются, приносят. Следующая задача, да, это увеличить пунктов, еще парочку поставить на город, да, чтобы в каждом районе города было комфортно людям принести, точнее идти через весь город сдавать. И в дальнейшем еще хотели бы увеличить объем оборудования нашего, с которым мы работаем. В прошлом году мы участвовали в проекте, нас поддержал город, да, глава, и мы начали реализацию проекта по благоустройству парка для занятий с детьми на квадроциклах. В итоге получится супер шикарный парк для занятий с детьми на квадроциклах, где могут детишки приезжать также и на своих, не кататься по гаражам где-то, да, а приехать и на подготовленном автодроме позаниматься на квадротехнике и на мототехнике. А в этом году мы реализуем дальнейшие этапы. Дальше идет у нас проект по электрификации, освещение площадки в вечернее время, чтобы можно было заниматься с детьми. В прошлом году, конечно же, город хорошо помог, фонд предпринимательства у нас очень молодец, очень хорошо поддерживает, помогает и направляет в нужное русло. Ну и в этом году, конечно же, хотели бы поддержки снова. Суть проекта здесь больше социального, что мы можем сделать для города лучше, что мы можем предложить для населения. Предлагаем занятия по Белатусу, по растяжке, чтобы наш город был более здоров и на позитиве, конечно же. Пожелаем всем участникам успешной реализации их идей. Это развитие предпринимательского потенциала и новые рабочие места. И в случае воплощения этих проектов, жизнь в городе станет комфортнее, ярче и интереснее. Мария Антонова, Павел Сизов, Объектив. Итоги.